друзья всем привет с вами санек в общем продолжаю изготовление вращающегося токарного патрона кто не видел прошлое видео смотрите я да из как я изготавливал данную пиноль из чего делалось как нарезался спон паз в общем в этом видео буду изготавливать гайку сюда нарезать резьбу трапециевидную ну и устанавливать буду скорее всего вот этот токарный патрон к 11 100 также есть возможность установить и 160 и 130 тоже показывал как я делал переходную до двустороннюю планшайбу смотрите все есть на канале отрезал вот такой болваночки вот такой блинчик размер индивидуальный делаю под себя здесь глухарь здесь вот такая штука болваночка серьезно отрезал в токарном станке но не до конца конечно потому что нереально резцом дошел вот видно докуда потом ленточной пилой обрезал это будет друзья переходничок потом его в размер в точу здесь сделаю сейчас все увидите вот вот все друзья отрезал втулочку 30 миллиметров просверлил сверлом десяткой и сейчас буду нарезать резьбу мечиком вот у него заход 10 ну выход уже соответственно тот который нужен резьба здесь ну как сказать нитки да они глубокие трапециевидные не забываем что это левая резьба и патрон нужно запустить в ту сторону нарезать буду вот в таком патроне я уже показывал все эти причандалы да вот сейчас его одеваю сюда у меня подпружиненный этот вариантик то есть мечик будет туда поддавливать пиноль пружиной и у него будет нормальный заход ну так вот взвожу так сказать механизм вот этот все и пробую потихонечку сейчас ставлю минималочку ну как минималочку 20 пускай 23 герца и левая резьба как будет резать не знаю мы пробуем ни разу не резал вот пружина поддавливает все пошло нарезание а я в это время пинолькой тоже друзья поджимаю вот такая вот гаечка получилось резьба отличнейшая все друзья пинольку проточил не стал я протачивать гайку делать ее тоньше именно пинольку нужный размер немножко в минусе теперь сейчас это все дело запрессую и зафиксирую винтами вот как-то так гаечка запрессована заподлицо там она уперлась в юбочку стоит так как нужно так наверное сейчас зажимаю обратно в патрон все это дело и в станке просверлю своей приблудой до 2 ровненьких отверстия друг напротив друга так как мне нужно почему такие винты пятерочка 10 миллиметров сейчас просверливаю два отверстия при помощи три чандали на я показываю при помощи нее шпон пас вот этот нарезался кто не видел смотрите прошлое видео все ровно по центру между гайкой и пинолью все друзья резьба нарезана вспомнил называются установочный винт они разные длины разного размера у меня пятерка закручиваю поджимаю и все без фанатизма чтобы ранее не сорвать то потом печально будет резьба вот эти винты будут держать гайку не давать и смещаться суп проворачиваться сейчас покажу сниму и покажу все друзья так зафиксировано и слегка торцанул так чтоб они выровнялись кажется в одной плоскости сбил заусенцы которые от нарезания резьбы были в общем то что нужно все теперь гайка не провернется установочные винты не дадут и не вылезет резьба не даст туда давит когда туда давит она упирается в край проточки а назад она спокойно идет все сейчас ставим в пиноль где у нас там на пас попала какую там сторону вот в этом масло я уже капнул на гаечку все поехали работать слышно как воздух выходит должно дойти до упора вот все так следующий этап буду сейчас просверливать вот эту переходную шагу под эту ступицу на перекос становится сейчас просверливаю одно точнее намечаю нарезаю резьбу и прикручиваю так чтобы она не сдвинулась мы потом просверливаю остальные закрепил переходную шайбу на ступице соответственно просверлился и сейчас нужно проточить посадочное вот это в размерчик так как надо для центровочки патроны и потом буду уже крепить сам патрон вот это в размерчик так и все проточил посадочное фасочки снял там внутри все как должно быть теперь патрончик садится плотненько и он не выпадывает 4 миллиметра всего на все проточил остается только разметить и прикрутить просверлил вместо трех пять потому что у меня здесь на 8 крепления 8 и 3 но никак не сочетаются сделать изначально на 8 поэтому переделывать не стал такими и эта шайба выточена на 8 креплений вот на 8 болтов точнее не крепление болтов вот соответственно это тоже на 8 пришлось да не пришлось я изначально так и планировал просто в патроне засверлиться чугун сверлиться отлично резьба нарезается отлично там где мне нужно уже по факту патрон будет крепиться на 5 болтов одно родное пришлось 4 дополнительно сверла муть раз два три три вот они родные остальные все уже просверлил таким образом чтобы не попало сюда на винт вот и вот сюда фиксирующий винт чтобы этот винт не выпал ну короче поняли меня все остается сейчас это дело скрутить никаких проблем так что друзья сильно не заморачивайтесь вот и себе сейчас не рассказал как я вот на 8 на 3 разделим никто так и не понял как прикручен патрон но тем не менее все сейчас опять его зажимаю в станок и уменьшаю до размера самого патрона но это лишнее мне не нужно ну во первых это будет немножечко эстетично во вторых ну вот что получилось выровнял по патрону и она как раз с гаечкой вот у меня отметка сейчас засверлю здесь и засверлю здесь так чтобы знать как это все дело с по выставить сразу и не искать по креплениям какое совпадет какой нет три метки в ряд и все начало вот так друзья выглядит токарный вращающийся патрон в задней бабки пиноль до конца патрон наживил но еще не затягивал потому что буду еще его снимать и внедрять сюда одну полезнейшую функцию такую покажу в следующем видео может кто догадается пишите в комментариях все очень просто и проще быть не может и люди которые всю жизнь работают токарями можете тоже написать комментарий что можно сюда добавить вращающийся патрон какую функцию заложить так чтобы она была мега полезная будет интересно почитать ваши мысли а я покажу свои мысли в деле но уже в следующем видео с вами был санек всем пока скоро увидимся